запись опа для youtube для youtube привет тебе youtube сегодня пятница у меня свободный стиль ладно рубашку после первой игры поглажу в 10 минутном перерыве привет youtube и сегодня для всех у нас естественно сюрприз сегодня без галстука привет маза привет карнеги сегодня пятница еще не можно без галстука вот потому что алё талер привет да правильно ты сказал все правильно привет как твои твои дела у меня дела ты знаешь отлично тебя тебя люди наконец-то смогут сегодня услышать они так просили так просили привет кирилл кох просили чтоб ты пришел на стрим и ты наконец-то пришел в общем талер из команды go hard like кто не знает команда go hard like у нас играет и сейчас покажу вам обязательно сцену с командой go hard like и так талер у нас набрал талер ты еще ни одного очка не набрал за эту лигу за немцы поиграл отличная игра была сушни за немцев ты хорошо играл неважно как ты играешь за немцев важно важно то твой оппонент играет не за немцы на самом деле какой-то помятый привет энкод доброе утро да нормально ребят я с другой стороны а чё нет ну всякой жизни бывает значит смотри я во первых тебе хочу сделать один маленький подарок один маленький подарок вот так тебе они все сразу хорошо да ну он как большой он знаешь он как это как горсть семечек эти семя семечек дал полузгать вот я по одной тебе не могу давать семечки следе горсточку насыпал ты их можешь спокойно употреблять вот поэтому да ребят чуть-чуть устал ничего страшного я сейчас включу себя пару часов вздремнули в принципе этого хватит и вот как-то так напоминаю ребят что у нас с вами 17 да вот сегодня у нас будут игры команд из японии и ирана а также вчерашние матчи remember the name против нато вот как-то так я вчера к сожалению две игры только ребята вроде показали поэтому поэтому ребят поэтому сегодня будем смотреть в общем remember the name нато и япония koch.jc против команды иран клан вот такие составы и и и и Привет, всем, на Твич, сегодня мы cast the team from Japan, KochJC vs. Иран Клан. И, before this match set, мы должны показать match set, remember the name, vs. Nata. And all, ну вот как-то так, значит, что еще хочу сказать, Тайлер, как твои еще впечатления после игры, которую вы провели против команды, я даже забыл, как они называются, а, они называются... Нет? Вот ведь странно, почему тогда капитан Сойя у них в составе, вот ведь парадокс, ну ладно. Слушай, ну, Merchant of Death у них называется команда. Да, 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 слушай, как твои еще впечатления-то, вы довольно-таки бодро выступили. Ну да, жалко, конечно же, три года тропнуло там, там было еще за что побороться. Ну, было, да, действительно, там еще шанс, но вот 3 на 3 у вас классный был матч, да у вас все были классные матчи, вот что скажешь, что скажешь. Вот все, наверное, все, что мы видели, было все шикарно. Конечно, Драк и Сергей Лавров дали вообще джазу просто в 2 на 2, а не Смокерса, Джокерса и Памир 47 смяли просто, знаешь, как этим катком проехали так. Было очень круто. Спасибо, Алисар, спасибо всем, кто пришел ребят на трансляцию, ну собственно, ты как у нас готов уже? Угу. Ага, ну все, сейчас буквально, ребят, с минуты на минуту мы с вами начнем играть, играть, хотел сказать, смотреть, смотреть интереснейшие матчи. Ну так вот, Тайлер, как твои впечатления, как твоя команда сыграла, все-таки ты капитан, и как тебе вообще понравилось, понравилось, как ребята твои играли или как? Ну очень поучительно, мне кажется, ну 3 на 3 вообще показательная игра, как по учебнику все сделали. 4 на 4, не знаю, мне кажется, эту карту мы еще потренируем, там, наверное, в город надо идти, ну, в центр надо идти одному, а не вдвоем в лес, так. Ты знаешь, как будто не было заготовки, то есть вы как-то играли, как на паблике 4 на 4, вот у меня такое сложилось впечатление, хотя я, конечно же, могу ошибаться, но в целом выглядело вот как-то так. Так, значит, смотри, значит, секундочку. Так, смотри, Тайлер, вот так вот сейчас будет, окей? Окей. Да, Магиканин пишет пока информацию, что вчера было две игры, одна 1 на 1 и одна 2 на 2, обе выиграли Remember the Name. Ага, обе выиграли Remember the Name, то есть мы здесь, в принципе, можем вот так вот поставить. А какие там были игры, так, сейчас посмотрим. Две игры, одну 1 на 1, другую 2 на 2, ага. То есть теперь мы сейчас поставим, ребят, сразу же. Так, раз. Так. Вот так вот, да, ставим, все, да, все правильно, ребят. Вот так вот ставим, ну и ты готов? Угу. В этой же карте, только они были за немцев, и были те же самые респы. Вот еще я очень много думал о том, решает ли этот вокзал на другой стороне, потому что там есть два камера. Наверное, решает, потому что удобнее с той стороны еще такого. У меня запись этой игры на твиче лежит, можно посмотреть. Они тоже, они стабилизировали игру, у них оставалось 74 очка. Угу. Чатик, ребят, обязательно сделаю в следующий раз. Будет у нас чатик во время перерыва, сделаю. Видно качество картинки, но не видно, что пишут. Так, значит, смотри, у меня девятая секунда, и, собственно, ребят, мы переключаемся, переключаемся уже непосредственно, непосредственно в игру. Ой-ой, что это такое? Я стремить перестал, у меня микрофон, короче, мяокулер накрывается в науте, микрофон очень громко это ловит. Показывается в стриме по временю. Угу. Там записи есть, какие? Да, у меня 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А, нормально все, стабилизировалось. Все нормально. Ну что, ребят, сегодня мы продолжаем вам показывать матчи Remember the Name против НАТО. Это обе команды у нас из Соединенных Штатов Америки. И Remember the Name СИЗ игрок снизу играет у нас за Соединенные Штаты Америки. И за команду НАТО играет Мираж Фла игрока. Я, кстати, ни разу такого игрока не видел. Видел ли ты, как играет такую игру? Сложно запоминать, поток большой. Может и видел. Ну, СИЗ-то понятно, а вот Мираж Фла, такой первый раз я такого игрока вижу. Америка у нас на карте Англ или против Вермахта? Да. Вообще, я так понимаю, это выбор Вермахта в этой карте. Вообще, удивительно, что эту карту берут немцы. Ты знаешь, на самом деле... Очень много игроков. Да, я, честно, тоже с тобой соглашусь. На самом деле, на этой карте Вермахту играть очень тяжело. Она нереально широкая, фланговая здесь одно удовольствие. Причем здесь... Ну, Вермахт он, по идее, как не умеет строить кавера. Ему нужно бы... Тесно застроена каверами карта. А здесь... Есть, конечно, кавера, вот там, где Spitfire разбился. Бьюфорд разбился. А... Так... Желтый, 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 желтый. Здание небольшое, большое количество. Не знаю, странный выбор, мне кажется. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, будет интересно. Напоминаю, ребят, что команда Remember the Name заняла, по-моему, у нас второе место в собственном турнире. Единственное... Выиграла тогда у этой команды только команда MTW. MTW это был шикарный матч на карте. Если я ничего не путаю... По-моему... Нет, я путаю, да. Эта карта такая... Перекрёсток-то этот... Ну, в общем... Перекрёсток в лесу, что-то такое. В общем, Довут, Лесная переправа. Да, Лесная переправа. Действительно, спасибо тебе большое, да. Вот там был, ребят, шикарнейший матч. Команда MTW как раз-таки... Наверное, это вот тот матч, который меня прям впечатлил именно игрой 2 на 2. Там была нереально крутая заруба. Немцы поставили очень серьёзную оборону. Причём, немцы играли ещё по классике, без УКВ. И команда MTW ничего не смогла противопоставить. Команде MTW 2 на 2. Там противостояние Best of 5 было, по-моему. Было очень круто, ребят. И... Ну... На этом... То есть, команда НАТО это не команда MTW. Если честно, просто от одного названия. Мне было очень приятно, что ребята именно так грозно себя назвали. Прям... НАТО. Такой целый военный блок. И, конечно... Конечно, очень интересно. Очень интересно получилось. Ну, а команда Remember the Name. С игроком SIS. Ну, тут всё, в принципе, более-менее понятно. Всё более-менее понятно. Всё более-менее понятно. Единственное, что... Активности от этой команды в последнее время не так много. То есть, никаких турниров там особо. Да и вообще ребята как-то не сильно проявляются. Ну, посмотрим, посмотрим, что они в этой игре у нас покажут. Ну, странно, что на этой карте Ярмут не строит снайпера. Ну, тут... Уж где-где, а здесь, мне кажется. Ну... Может, у него какие-то наработки. Вот он, я вижу, быстрее тех делают. На четвертой минуте. Ой-ой-ой. А здесь, извини, здесь по центру-то у нас как хорошо огнемётчики проживают американских солдат. И чуть-чуть были не потеряны два отряда целых американских солдат. И, возвращаясь, да, к тебе, действительно... Двадцатая строится, кстати. То есть, ответочка придёт раньше, чем вермахт этого ожидает. Да, и, действительно, смотри, у нас быстрая технология, как ты и говорил, у вермахта. Чё-то прям очень быстро. Я даже не ожидал, что так быстро. М-20, в Т-2 заказано. И подстраивает бойцов второго эшелона, а второй отряд у нас РММБСН МСС. Кстати, не совсем понятно, зачем он сидит этими саперами. У НАТО, наоборот, стрелками воевать, а этими ребятами капать точки. Сейчас на левой половине, вот этот отряд, который сидит в здании, он должен был сделать то же самое, что и стрелки. То есть, не совсем понятна последовательность действий. Он хочет железно контролировать это здание. Ну, блин, он бы его мог уже закалючить по периметру. Ну, как вариант. Да, зачем такие сложности. Итак, ребят, вчерашний матч. Против команды РММБСН МСС против команды НАТО, команды из Америки. Команда у нас из Америки. Внизу команда РММБСН МСС из Америки. Вверху команда НАТО, тоже из Америки. Ну, игрока Сизо более-менее все знают. А вот игрока Мирэдж Фла. В чем он сделал Миноискатель? То есть, он боялся, что закалючит вот эту вот арку справа. Где второе здание стоит, видимо. Чтобы, если что, раскалючить. И второй Миноискатель у него есть. То есть, не совсем понятно. Вот этот мертвый лимит вообще. Почему он здесь? Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, здесь изи-эйты уже выбраны. Последняя такая попытка наиграться в изи-эйтов. Если патчи 21-го числа его очень сильно дебафнут. А он эффективен сейчас? Ну, он вместо одного изи-эйта, если не строить майора, выезжает два изи-эйта. Сравнивать с Шерманом. Ага. То есть, он стоит там 145, по-моему, да? Да, да, да. Но майор экономит 90, и, грубо говоря, выезжает еще один изи-эйт на эти 90. То есть, получается, что, минуя вызов майора, ты получаешь два танка. Ну, единственное, без Джексона остаешься. Ну, а зачем Джексона, если у тебя два Шермана? У Вермахта Шпазика еще нет, у тебя два изи-эйта выезжает. Я, конечно, сильно увеличиваю скилл. Но, вообще, у Вермахта тяжело. У него максимум штилд, может быть, к этому моменту. Ну, в этом тогда придется РММ БЗНМС сейчас налегать. Потому что 9 очков нужно для того, чтобы вызвать у нас Шерман изи-эйт. И слева у нас борьба. Борьба совершенно не в пользу игрока РММ БЗНМС. Но он все-таки принимает вызов. Он, на самом деле, заманивал Armored Car на свой М20. Так как М20 поставила в центр у нас мины. И здесь была такая разведка боя. РММ БЗНМС заценил состав количественной и качественной армии MirageFly. Ну и теперь будем смотреть, как будет, в общем, у нас РММ БЗНМС. Что, в общем, он у нас будет креативить. Пока видим медицину. Ну, правильно. Вермахт более грамотно ведет себя. Он ходит глобом, капает саперами. Пришел, саперов оставил. Все, дальше пошел воевать. У Сиза сапер сидит все еще. Второй сапер, он не поучаствовал в войне. Он постоял, посмотрел, получил. По шапке сразу побежал домой. То есть, не совсем понятные какие-то мувы. Ну, я думаю, он уверен в принципе. О, тайминговый снайпер. Вот это вот. Лучше поздно, чем никогда. Слушай, действительно, тайминговый снайпер. И мне кажется, в такой игре, вот именно Mirage Flow, вообще снайпер будет интересным решением. Ой, он, кстати, он делает снайперов с побегушками. То есть, в Доктрине окружения, там есть вот этот вот спринт с задействием боеприпасов. И этот спринт работает на снайперов. Это единственный командир со снайперами бегающими. Ну, пассив. Пассив именно в Юните. А вообще эффективная такая штука-то? Ну, единственное применение, это я вижу обилки. Это вот, когда в тебя Катюша заливает снайперами, чтобы не убегать на базу, ты можешь побежать вперед. Не назад, а вперед. То есть, мы еще можем у второго снайпера увидеть. А правильно тебя понимаю? Я бы на его месте два снайпера построил. Но вот второго снайпера я построил бы гораздо позже. Я вилток Джизелин играет, мне очень понравилась. Офигенная заготовка. Два снайпера у Вермахта именно, правильно? Он делает второго снайпера гораздо позже. Он делает после двух тренадеров. С трех-двух тренадеров, например, первого снайпера. Второго добавляет там гораздо позже. То есть просто, чтобы вышибать мемпауэр. Ну вот, когда я играл против свою игру один на один, вот, снайпера на тесной карте он вообще стреляет всю игру. Единственное, что меня ЗИСом подстрелили. Капец вообще был. ЗИС подстрелил снайпера, да. Он его фокусил ЗИСом, там очень много. А, снайперский ЗИС. Охушите советские артиллеристы. Пак 40, ребят, входит в игру. Мирэдж Флай у нас теперь имеет классный антитех. И вот оруди... Ой-ой-ой, там браунинги набрались. Полные отряды, да? Да, ребят, слушайте, браунинги по полной... Причем, его не хватает на огнеметы, но он... Чего бы и нет, в принципе. Все равно браунинги попадают. Он вперед распределит заново, наберет огнеметов еще раз. Слушай, ну вот все-таки огнеметы... Вот я, если честно, пока не вижу... Пока работа для огнеметчиков, а вот для браунинги... Огнеметы, для них работает любая пехота. Они очень эффективны в больших количествах. Они критуют отряды, вот эти криты, которые пофиксили, да? Из-за того, что там они пробивали, типа, очень много целых моделей. На самом деле, вот эти огнеметы, они те самые, до патча. То есть они очень жестко прожигают. Просто конкретно в этой ситуации ему сложнее будет в поле, но в городе он... Мне кажется, ошибка то, что он зарядил целый отряд браунингами, а один... Он забирает пак 40 сейчас. И совершенно безнаказанно трофейный пак переходит в руки РММ и ЗНМ СИЗ. Таким образом, смотрите, РММ и ЗНМ СИЗ не нужно заказывать из Т3 57-мм. И он очень круто экономит у нас по личному составу. А, нет, смотри, он еще 57-мм заказал. И пак у него здесь есть. Слушай, ну круто РММ и ЗНМ СИЗ. Вот так вот реализовал свои браунинги. Ну, очень интересно, очень круто. И, конечно, здесь по составу СИЗ выбивается вперед по лимиту, безусловно. Справа. Атака на МГ-42. Как-то легко МГ-42 проходит здесь еще и... Кстати, мы не обратили внимание, но он доделал майора... Ой, майора-капитана доделал свой ростер. Ну, не совсем понятно для чего, но, наверное, для обилки. Ну, на самом деле, да. Ну, если только контрить скаут карту, то это довольно прохладное решение. Кстати, вот то, о чем я с самого начала говорил, вот они саперы с мноискатиями пошли и закапали оставшуюся половинку карты. Вермахт остался на трех точках. Просто невероятно. Посмотрите, что сейчас с Вермахтом это творится. Продолжается у нас на дискриме МБЗН МСИЗ, потому что игрок Мира Шфла остается у нас буквально на пятачке. Лучше не скажешь. С одной, правда, звездой. И сколько еще продержится Мира Шфла, непонятно. Здесь стрелки у нас подошли по центру. Продолжает дамажить у нас расчет МГ-42. Нужно побольше, побольше Микритси. Сейчас центральное здание стрелками американцев. И посмотри, флангование. Флангование у нас еще сзади по вермахту заходит у нас отряд лейтенантов и отряд стрелков. И как шикарно здесь играет СИЗ. Просто невероятная атака у нас. Ой, зачем садиться-то, Господи Иисусе. А, он снайпером выщелкивает один отряд, второй. Да, хорошо расконтролирует. Да, и посмотри, у нас здесь немецкие партизаны появляются в доме. Очень-очень интересный минус отряд гренадёров. У нас продолжается давление. Рэммэм Зенесис воюет, воюет. Но какие потери от вермахта, ребят? Был потерян один отряд гренадёров, был потерян отряд МГ-42. И вот снайпер уже в близости от гибели. Чем ответит игрок Мир Шфла, непонятно. Посмотрим, он сейчас продакшн быстро. Да, технологии заказаны. Но не хватает, не хватает сейчас буквально... Ой, я ещё снайпер-бом откинулся. Нет, не откинулся. Нет, смотри. Телепортировался в здание. Да, Т-3 технологии заказаны уже на базе Мир Шфла. Ждёт он, скорее всего, наверное, Оствин. А может быть и Панзер-4. А сколько у тебя времени? 14, 15, 16, 17... Наверное, 20, 21, 22, 23, 24, 25... Да, вот как-то так. Ну что, Remember the Name Seas реализовывает свои браунинги. И от этих браунингов очень-очень больно немецкой армии, ребята. Ой, там уже почти 200 топлива. Ох, мне кажется, это не очень хороший был командир со стороны Вермахта. Потому что этот отряд, который он сейчас вызвал, он стоит 340 manpower, и его нужно сделать нормальным за 100 боеприпасов, которых у него нет. То есть он не сможет сделать из него юнит полноценный. Да, слушай, действительно, не очень-очень хорошо. Контролирует РММ и ЗНМС всю левую часть карты. Устроится хаузер у американцев. Он собирается, видимо, базу отстреливать ему. Ну, скорее всего, да. Ну, напоминаю, ребят, что два противотанковых орудия. Есть ещё у нас отряд гренадёров с двумя ветеранствами сейчас у нас упадёт. Нет, смотри, не падает. М20, догнать. Нет, нет, нет. Armored Car встретил, три звезды набил. Ух ты, какой ветеранский Armored Car. Сейчас очень хороший будет, как это правильно сказать-то? Vision. Да, вот обратите внимание по миникарте, какой Vision даёт вот этот Armored Car с тремя ветеранствами. И Оствинт у нас в классической немецкой серой раскраске. Там уже на два шермана хватает по топливу. Есть Хаудзер. Мне кажется, не совсем Лорн, наверное, его подстроил. Ну, конечно, подкопить немного лэнпауэр, чтобы от танков снова вызывать потом. Ну да, действительно. Ну, он так... Грубо говоря, у него два пака, он, ну, что хочет, может сделать. Слушай, ну, действительно, с двумя паками как бороться, это вообще нереально. Плюс сейчас ещё три очка, конечно, набить Сизу, но для него вообще не проблема. Для него хоть два танка вообще не проблема. Два с половиной, это практически одна битва хорошая. По-острому тут стрелять, там, по Скауткару. То есть это очень быстро, на самом деле. М8 у нас сделал, ой, не М8, а Гаубицу сделал у нас Remember the Name Сиз и работает по позиции снайпера сразу же. Вот обратите внимание, какой хороший микроконтроль карты Сиз демонстрирует. Ой, там вот этот кинется, да, саперов? Там, где саперы-американцы стоят, там две модельки дохлые валяются. Да, действительно, здесь был потерян у нас отряд второго эшелона американского, ну, они же американские. Немецкие, да. А, ещё и немецкие были потеряны? Ну, судя по тому, что две модельки валяются, три модельки бегают, это был отряд. Слушай, ну, просто невероятно. У нас здесь старается, старается, М8 шла выйти на левую часть карты, но не получается, потому что Ромен Беза Нейм Сиз, я не знаю, он просто, знаете, как в бане парится, ему вообще по барабану, по барабану вообще на армию игрокам Миридж Фла. О, сейчас снайпер, да? Ай, хорош! А вот те и браунинги, да? Слушай, пиар, шикарно. Ну, да. Я даже не ожидал, что они настолько эффективные были. Видишь, какая у них отличная дальность? Пак 40, вызывает Миридж Фла. Попытка, правда, пока для чего не понятно. Вот в этой игре, мне кажется, более действенным был бы там, допустим, второй снайпер, например. Ну, тут уже, мне кажется, что угодно не спасет. Ой, хорошее у нас еще и погибает. Арморит Кард, не успевает контролировать Миридж Фла свои юниты. И ручной МГ. Кромтруперы отлетают. Как семечки. Все. До свидуси, до свидуси. Собирай чемоданы, говорит Remember the Nisis. 28-73. И отправляйся в лузера. Иди, 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 наведи себе чай. Наведи себе кофею. В общем, сподрись, говорит, дорогой товарищ. 225 очков остается. Но я тебе хочу обратить внимание, что игрок Миридж Фла сопротивляется. То есть, у него, видимо, какой-то козырь еще будет в рукаве. Там есть, что есть в этом командире. Там есть разорвать соплайлинию. То есть, можно кинуть бомбовую штуку. И за 40 топлива сделать рывок на закрытую территорию. Как раз у него все для этого есть, практически накопилось. Ну вот, слушай. То есть, получается у него... Подожди. Подавление очков сопротивления 200 амуниции стоит. Не-не-не. И прорыв, ты имеешь в виду, да? Третья, четвертая обелка. Вот за 40 он может разогнать островань. За 80 он может сдкапать точку. Вот, все. А-а-а. Слушай, наверное... Это все, что он может сделать за свои ресурсы. Ну, тузом-то точно не попахивает. Скорее, может быть, десятка червей в руках. Вот так. Не шестерка, конечно, но... Восьмерка, может... Больше я бы так сказал. Слушай, я отвратительный игрок в покер, поэтому... Ну, я тоже. Ай. Не расстраивайся. Ай, отлично. Коллега, да, хочется тебя назвать. Слушай, Талер, ну, скажи, пожалуйста, вот в этой игре, так как ты все-таки за вермахт довольно-таки хорошо играл у нас в своей игре... Ну, и Зейта выйдет два, мне кажется. А, он уже вышел, да? Да, один вышел, но сейчас лички пока не хватает. Вот, мне кажется, и Зейт должен такой ставить шах и мат сейчас. Потому что... Здесь контрить ему нечем. Он может просто заехать в пак, мне кажется, через Аклик. Его даже Фаус не остановит. Не надлежит Родине. Да. Не хочется заезжать, ну, в Азии и там. Обратите внимание, ребят, все, все войска подтягиваются у нас на правую часть карты. И это значит, что игрок мира шла в опасности. То есть, как бы, смотрите, вот игрок мира шла в опасности, и что сейчас с ним делать, то есть непонятно. Получается, какая ситуация. У мира шла, в принципе, есть какой-то такой кулачок, да? То есть, кулаков нельзя назвать, кулачок есть точно. И... И вот что делать с кулаками игрока РМБЗН МСС непонятно. Потому что РМБЗН МСС спокойно, хладнокровно копит состав. Для Глота. Для Глота он уничтожен, что ли? А, нет, просто выбитым. Нет, да. Была у нас подсолненная граната вот эти от американских. И посмотрел на слангование сверху с М-20 с двумя ветеранствами. Два отряда... Это не флангование, скорее просто широким фронтом по всем фронтам нападает на время. Хорош! Здесь пошла у нас заливка огненная. Инженеры с огнеметами пионеры вермахта были потеряны. Шлаг останавливает, останавливает эту атаку. А здесь был потерян расчет пака от ручного МГ-42. И, ты знаешь, мир и шифла у нас более-менее отбился. Но вот что делать с Изейтом. Изейт у нас в самый последний момент входит в игру. И танк Оствинг будет потерян сейчас, естественно. Оружие Оствинг будет потеряно. Еще один выстрел. И выпадает. Посмотри, выпадает у нас Оствинг. Можно сейчас попробовать занять. Но пак здесь... У нас... I'm playing black crab. Мир и шла говорит, ну, наверное, ему видней. And for good, storms are pretty terrible. О, да. Вот это вот он, конечно, очень четко подметил насчет штормтруперов. Что это юнит, который, ну... Это вот как панцир-гренадеры, только панцир-гренадеры выходят с автоматами, а эти выходят без автоматов. То есть надо еще за 100 боеприпасов сделать их панцир-гренадерами. Или базуками сделать из них панцир-гренадерами. То есть... Бургеры рулят? Зачем? Ну, конечно, рулят. Ты же видишь, здесь торжествует, а уже даже не рулят, а торжествует здесь на этой карте. Окей, окей. Все, народ начал подтягиваться. Всем интересно смотреть в пятницу. Напоминаю, ребят, что у нас с вами замечательные будут выходные. Я практически буду все два дня с вами. Буду с разными кастерами. Тайлер, что делаешь на выходных? Можно постримить, я думаю. Отлично, отлично. Если ты, конечно, меня не забудешь. Я, да... Ну, как это... Я тебя в четверг хотел не забыть, но в четверг я это самое... У меня там дела по работе появились, и мне пришлось уезжать. Понятно. Поэтому... Да, так как этот самый... Элайзу было довольно... Как это правильно сказать? Ему, в принципе, было легко, он подготовился... Проплатил, короче. Нет, ну, Элайзу нужно было с Магиканином стримить, потому что там, ну, там, вот с этой движухой, там, по поводу организации, там были сложности. Магиканину проплатил? Да нет, там никто никому не платит. Все бесплатно работают. Все энтузиасты. Через постель. Через постель? Не знаю. Ты через постель. Не надо. Не, я могу сказать, как Элайз попал, но... Ну, пусть это останется тайно покрытое мраком. Вот. Только преданные зрители Элайза знают в чем. Все чатятся и чатятся. Да, ну, тут все понятно, ребята, сейчас одно очко. М2 тоже пошли в такие аргументы, как М20 АП, хотя мина так и не сдетонировала. Мина стояла одна, не видно, где вообще мины. То есть, он поставил одну в центре и все. Ну, да. Ну, вот конечно. Как-то не сильно АП получилось. Там штурм... Шторм трупперы развлекают победки в последок. Я думаю, это можно промотать на большой скорости. Например, на восьмой. Да, и все. Да нет, спроси, почему так в 4 на 4 плохо сыграли? PJ2K4. Блин, ну там вообще-то я один игрок ливнул. Как... Как вы думаете, это сильно влияет, если четыре игрока все? Ну, видишь, все-таки расстроились, расстроились. У нас ждали от вас 4 на 4 очень серьезного матча. По секрету мы и сами расстроились. Ну ладно, ничего, то ли еще будет. По крайней мере, у вас счет, кстати, очень классный. 8-7. Ну да. Такая равная борьба. Вот, поэтому как-то так. Ну что, ребят, все тут понятно уже предельно. Напоминаю, что за этот матч СИС получает 2 очка в личную копилку. И мы сейчас, естественно, ему все это дело запишем, запишем. Здесь я уже, в принципе, останавливаю. Так, сейчас, ребят. Вот. Да. Ну и давайте запишем, запишем победное очко игроку RMBZNMC's. Да. Сейчас где-то у меня был уже готов этот самый. Это удивительно, но даже по статистике он не так пролетел, хотя игра была такая. Угу. Был момент, когда вы добивали просто на базе. Ну ладно, ладно, нормально, ребят. Напоминаю, что сегодня с нами игрок Тайлер из команды Go Hard Like. Так, все здесь все сделал. Из команды Go Hard Like. Как матчи мы смотрели буквально, ребята, на днях. В общем, кто пропустил, есть все записи у нас на ютубе. И там же вы можете посмотреть много других матчей. Ну а здесь противостояние в этой игре, противостояние 1-1. Remember the name system. Правильно я скажу, Тайлер, если я скажу, что здесь Сиз доминировал? Ну, отчасти. Ну, правильно будет, если я скажу, что он просто раздавил как лопа своего. Ну, немцу, в принципе, не нужно много карты, чтобы отсидеться. Мне кажется, выбор был, ну, изначально было аж выбрать этого командира. Потому что не знаю, что он хотел от этого командира. Бегать снайпером и все. Слушай, ну, вообще, задумка была интересная. Именно два снайпера и еще со скоростью. То есть получается такая, знаешь, как мобильная группировка. То есть там, допустим, МГ, как таковые, не делал упор на МГ. Скажем, Мирыч Фла. Но с другой стороны, с другой стороны, то есть он довольно таки так бодро, скажем... Ну, как это правильно сказать-то? Ну, то есть получается такая бодрая очень группировка войск. То есть он постоянно перемещается, постоянно снайпером... Мобильная, что ли? Да, мобильная такая, знаешь, группировка и атакующая. То есть там, грубо говоря, вот такой группировкой можно было бы даже и до базы догнать противника и его там это самое как следует. Да, но это вермахт, а это американцы. Американцы давят очень сильно в начале. Без двух МГ как-то странно вообще представить игру против американцев. Даже с двумя МГ тяжело. Можно вообще и три МГ строить. Хуже от этого точно не станет. Тяжело, конечно, но... Да, слушай, ну интересно. Илайс нам вчера даже балалайку показал. Побольше этого веселого парня. Клопик, спасибо большое. Конечно, обязательно, обязательно. Все в 1-1 пропустил. Уже три матча отстримили. Максончик, привет. Нет, вчерашний матч я просто записал сразу же результаты, чтобы не было у нас рассинхрона. А потом я запишу, кто вчера играл. По таблице дурдом какой-то. PJ2K4. Да, все нормально по таблице. Просто вчера были два матча сыграны. Я их не кастил, ребят. И я просто уже записал результат. Потому что, ну что, вы вчера уже все видели. Что мне вас это самое... Поэтому... Здесь я просто сразу же никнеймы все выписал. И я потом, ну, все это приведу в божьский вид. Ну что, у нас перерыв. Ты просто ставь, пожалуйста, микрофон на mute. А я остановлю запись. Ну! Продолжение следует...